На вокал вода, резкое расставание снегу, провело до первых выпадков подтоплений в области. В зоне рызыки Пуховицкий, Березинский, Вилейский районы, а так само Сталпцовский. Там для вёски новый свержень разлилась рака жатеровка. Подтопленными опынулись и не только поли и присядебные участки, а и домы мясовых жахаров. Наступство Великой воды в репортаже Натальи Кузьминской. Дровы, господарчая прилады, будка собаки. За нескольких годин всё опынулося под водой. Такую картину бачил жахар вёски новый свержень, коли вернулся до дому с працы. И не только он. А малюсей в улице Лесной, зараз больше отповедая назва, водная. В водном полоне опынулося 8 подворьев. Узровень воды на улице прикладно 15-30 сантиметров, а у некоторых дворах и до полметра. Так что добраться до дому мясцовые жахары могут только в специальных рыбацких ботах. Весенняя поводка не рыдкость у этой мясцовости, однако заусюду не шаканность для ее жахаров. Мы не можем даже вот выйти. И даже оказалось, что мне надо к свекрови сходить. Сапоги найти повыше, потому что неизвестно, что будет завтра утром. Сам дом, к счастью, не затоплен, просто подход к дому затоплен. Ну, естественно, в подвале вода. В подвале вода – это никуда не денешься. А пошли раз подтопление такого масштаба отбылось тут 7 годов тому. Рака сжать, рука выходит с берагов. Однако, на думку мясцовых жахаров, причина Великой воды – у маленькой пропускной сдольности водо-отводной системы раки в этом месте. Мы поднялись километра два вверх по течению. Ну, видно, что. Видно тут. Рака под контролем, ситуация под контролем. Ну, немножко разлита, но не так, как в новом свержне. Я так думаю, что все-таки получается подпор на мостике. И когда речку подпираешь, естественно, вода должна куда-то уходить. И вода уходит на подворье, на луга, проймы заполняя. Про то, что водо-отводная система по трабой модернизации ведут ее в местовом сельсовете. Это обсуждалось давно, что здесь надо делать, да. Это даже, по-моему, даже уровнем выше. Но люди, которые разбираются в этом, они сказали, что покуда будут лежать трубы, здесь вот эту часть будет подтапливать, потому что по весне. Ну, потому что они не будут справляться. Заменить трубы можно будет только поздней весной обаулетку. Жихарам застается только чекать, покуль вода сойдя сама. Ситуацию контролюют супрацовники МНС. По данному населенному пункту, конкретно по этой ситуации, проведено расширение с помощью инженерной техники русла, чтобы была большая проходимость воды и чтобы меминизировать последствия людям. Нашими службами проводится круглосуточный мониторинг. Значит, наши люди готовы оказать помощь в подвозе питьевой воды, в подвозе технической воды, если необходимо. По прогнозах специалистов, великая вода в новом свержении затримается еще минимум на два дни. Такие же незручности с приходом поводки отчувают уже хоры инших районов Минской области. На Першу, Пуховицким, Борезинским и Вилейским. Усе выпадки на контроле отказных службов. При возникнении надзвучайных ситуаций и затоплении жилых домов подрихтованы специальные места для отселения жихару. Наталья Кузьминская, Анатолий Долотовский, Агентство Телиновин.